Я становлюсь несдержанным, когда я вижу нарушение интересов культуры. Дворцовая площадь работает дворцовой площадью. Это ее рабочее место. Главный ваш конфликт с системой. Борьба тяжелая, лютая борьба, сложная, опасная. Ни в коем случае нельзя приводить к тому, что у молодежи будет возникать конфликт с российскими государствами. Александр Николаевич, я до трех часов ночи сегодня смотрел ваш «Русский ковчег». Это вот как река какая-то, которая меня так вот захватила и повелокла, повлекла. Простите, мы опоздали, простите. Суды. Идемте, идемте. «Русский ковчег» – это про что фильм? Это фильм про миссию, которое суждено выбрать России, про рок, который лежит на России. «Русский ковчег» – это про что фильм? Не, не, рок, не миссия. Ну, конечно, что вы. У меня амбиций таких нет. Это, конечно, о том, что я невыразимо сильно люблю Эрмитаж и что для меня это родное место, самое родное место в моем отечестве. Так сложилось с моей судьбе, что именно музей и именно Эрмитаж стал таким убежищем для меня. «Приют отшельника», как и переводится, да? Наверное, да. И объективно, я вообще очень хочу чем-то гордиться, я хочу, чтобы мы все гордились отечеством своим и жизнью своей. Это то место, где я горжусь не только своей родиной и усилиями подшественников наших, но и вообще высокой востребованности искусства как такового, несмотря на время. Вот сейчас уже тогда, когда общение с человеком, с множеством людей, с народом стало очень усредненным, очень серым, могущество и сохранение музеев, кажется, для меня задачей грандиозной важности. И, конечно, ну, я несколько раз говорил, кто бы мы были без музеев. Кто бы мы были? Авторы по грязи бы в гордыне, люди бы одичали. И надо периодически настраивать вкус свой, чувство свое искреннее, потому что оригиналы и музеи – это одно из самых искренних мест для человека. Это такой просто океан искренности такой. И аутентичности, да? То есть это вот тот островок истин, абсолютных истин. Это ковчег. Это ковчег. Это ковчег. Пойдемте. Куда? Да. Вперед. 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 Что там? Что там? Знаю. Останусь. Для меня это спасение, всяческое спасение души, тела, если угодно, достоинства, если угодно, спасение величия. Обожаю вообще культуру, обожаю искусство. И преклоняюсь перед Петровским, и, в общем, перед всеми, кто сохраняет и сберегает это. А преклоняюсь просто. А почему этот фильм не показывает? Почему его, вот, я, допустим, нашел в интернете, не в самом хорошем, скажу, качестве? Вот почему? Может, в школах? В школах? Давайте показываем. Это, видите, это своеобразие характера продюсера с русской стороны, Андрея Дерябина, который запретил показывать в России этот фильм. Ну, объясняя это своей горячей ненавистью, нелюбовью ко мне, что я не славлю его, наверное, что я не славлю, там, не восславляю усилия его западных коллег. Но, на самом деле, я никогда не высказывался критически, не в адрес продюсеров с русской стороны, не в адрес продюсеров с других стран. То есть, это вопрос правовой, юридически? Это вопрос правовой, к которому, к сожалению, присоединилось Министерство культуры, которое, как я, я хочу, чтобы это осталось в фильме, постепенно додавливает меня и делает все, чтобы я уехал из России. Вот я так определяю схему поведения министра культуры, министерства культуры, с которым я конфликтую долгое время, еще когда был в Совете по культуре, когда я был решительно против абсолютного невнимания Министерства культуры к федеральной природе кинематографической работы в нашей стране. Потому что кинематограф в такой большой федерации, как Россия, не может быть московским или ленинградским, санкт-петербургским. Он должен быть, он должен отражать всякую, всю разнообразную... Все русское поле экспериментов. В том числе русское, в том числе... Северный Кавказ. Да, да, Кавказское в том числе, там Уфу, не знаю, там все-все-все-все регионы страны. А это надо серьезно думать. И, конечно, я понимаю, что противников у этой идеи огромное число, потому что те огромные деньги, которые в результате распределения немалой суммы, которую государство финансирует, да, оно уходит из вот этих московских кругов, из рук крупных, так сказать, финансовых группировок вокруг кино, сразу, как только Министерство культуры решит осуществлять вот эту идею федеративного развития кинематографа. Главный ваш конфликт с системой в лице чиновников, отвечающих за культуру в этой стране заключается в том, что вы против вот этой вот элитарности, группировок, которые сидят, живутся на бюджете? Абсолютно. Абсолютно. Я за развитие многонационального, многовекторного кинематографа. Но поскольку это никак не поддерживается профессиональной средой, она не заинтересована, видимо, в этом, а политической воли нет, то дело вот стоит на месте, может быть, в этом же дело и то, что есть большие проблемы сейчас у киностудии «Ленфильм». Она переживает тяжелейший период. Когда-то мы предлагали «Ленфильм» сделать федеральной большой базой дебютного кино. Тогда семья Германов решительно воспротивилась этому. И было сделано все, чтобы эта идея не прошла. Вот эти батакамовские посты у вас стоят. А это у нас, видите, у нас же фильмотека, ну, того, что я снимал, и рабочие материалы некоторых фильмов моих. Вот это исходные фильмов, которые там, ну... А вы не цифруете так удобнее, да, на батакаме? Нет, оцифровываем, что возможно. Вот для этого и стоит этот батакам, который позволяет нам... А, оцифровываете. Да, это цифровый батакам, который позволяет нам переводить это в цифру постепенно. Именно это требуется большой и очень медленно. А как вообще технически вот в вашей студии, ваш фонд оборудован? Ну, вот то, что вы видите, вот это вот старое оборудование, все. У нас есть несколько компьютеров обычных бытовых, там вот ребята, где работают, все. Я-то думал, я войду. Вот, вот она, творческая кухня Великого Сокурова, тут сейчас оборудование какие-то. А у вас батакамовские кассеты. Я помню, я... Батакамовские кассеты. Наработал на них. И часть из них даже не цифровая, а просто батакам из спины. Просто батакам. И просто батакам есть ножи. Невероятно. Я с ужасом обнаружил, что только в интернете и только на каких-то пользы любительских платформах, не на профессиональных, вот можно ваши фильмы посмотреть. Меня государство не любит, и архивы наши российские, и так далее. По многим моим фильмам вообще нет мастеров, есть только пленочные экземпляры. Беда в том, что постепенно погибает, надо оцифровывать. Пленка погибает. Конечно. И потом... Нет цифр, нет жизни. А потом нет кинотеатров, где есть уже кинопроекторы. Везде стоят видеопроекторы. Там компьютеры, они все запрограммированы. Да, только в каких-то кинотеатрах, каких-то исторических, там, музейных. А уйдет, как вы думаете, вот эпоха кинотеатров? Нет. Все уйдет в интернет, в медиаплатформы? Нет, вопрос, во-первых, вопрос. Важен фактор совместного просмотра, общего, и фактор большого экрана. То есть, когда ты сидишь, и перед тобой сейчас разворачиваешься какое-то таинство. Да, вот, например, есть фильм «Мать и сын». Небольшой фильм, игровой, который надо смотреть, конечно, на большом экране, потому что там столько заложено изобразительной культуры, изобразительного всякого работы, что только на большом экране, в том числе и эмоционально, ты проникаешься этой камерной историей в отношении матери и сына. Вопрос борьбы за сохранение того, что ты создал. Я трачу на это много времени и много средств сохранить то, что я создал. Хотя речь идет о тех фильмах, которые принадлежат государству, но государство не желает обращать на это даже внимание. Надо бить в набат, ну, действительно, ну, что это пленочное? Иначе мы останемся тут. Одни Марвелы у нас будут, одни Мстители. Одни Мстители. Я знаю, что Сокуров, он очень колючий человек. Он очень принципиальный человек. Он очень неудобный для власти человек. Да, я нет, нет. То есть вы считаете, что причина не в том, что вы колючий и критически настроен под нашими культурами? Нет, нет. Когда меня спрашивают мои друзья, вот ты, сторонник Путина, ответь мне вот на такие-такие-такие вопросы, я пытаюсь на эти вопросы отвечать. И каждый раз я сталкиваюсь на сопротивлении среды, самой среды. Нежелание какого-то министерства, нежелание какого-то ведомства, нежелание легальных или нелегальных группировок вокруг киноиндустрии позволять развиваться ей и видоизменяться ей. Вот я все время на это наталкиваюсь. Я деликатный человек, вообще-то, но я становлюсь неделикатным, вернее, я становлюсь несдержанным, когда я вижу нарушение национального интереса и нарушение интересов культуры. Вот несколько лет назад был принят документ «Основные принципы развития культуры в Российской Федерации». Закон о культуре еще не издан, но до этого был создан вот этот документ, где все основные принципиальные позиции развития культуры перечислены. Они точно перечислены, в том числе там и защита, 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 городозащитная деятельность, там развитие независимых театров, развитие экономики театров, экономики кино и прочее, прочее. Но, к сожалению, ничего из этого документа, ничто не соблюдается. – А почему? – Ну, потому что… – Александр Ильич, почему? Это на местах. Ну, вот вы говорите, вы с Владимиром Владимировичем часто общаетесь, да, первое лицо государства, вы хорошо, и, как говорится, в этом плане понимаете друг друга. – Это правда, это правда. – Да, вы понимаете, почему первое лицо, вы понимаете, ну, почему это не реализуется, что? – Ну, это вот… – Сопротивление среды грандиозное просто. У главы государства гигантское количество вопросов, каждодневно. – Конечно. – Я, честно говоря, даже не представляю себе, как физически можно существовать в таком вот, вокруг, внутри вот такой проблематике. – Думаю, что очень много ему докладывается неправильно, ему докладывается извращенно как-то, обманывают, откровенно обманывают, надеясь, что он никогда не вернется к этому вопросу. Видят, что он иногда как-то довольно сдержанно относится к тем людям, которые нарушают вот даже решения его, решения правительства. Ну, и, может быть, с этим связаны, потому что среда культуры и вообще общественная среда – это вязкая среда. Бюрократия – это опасная сила для любого государства. Она, с одной стороны, организует жизнь государства, но, с другой стороны, она опасная, абсолютно оппозиционная, в том числе и к президенту, сила в государстве. – У Гоголя о мертвых душах, когда они приходят оформлять мертвые души, кувшинное рыло. Ну, без Катеньки как-то и не решить вопрос. А вы только беленькую дали, а надо было Катеньку. – Дозволь ли обронить? Да ведь я не один. В Совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я это дело знаю. – То есть вот эта вот вязкая, бюрократическая, порой коррупционная среда, она – это и есть наша главная беда в России. – Я считаю, да, потому что у меня большой опыт в городозащитном движении, где мы всегда работали с первыми лицами и страны, и с первыми лицами города. И я увидел вот эту силу вот этого бюрократии, силу бюрократической машины, когда я неоднократно был свидетель, когда распоряжение выдаваемое, отдаваемое по аппарату не выполнялось. Поэтому борьба, борьба тяжелая, лютая борьба, сложная, опасная. За время вот с 2000 года по 2007 год, приблизительно так, да, снесено было больше, чем разрушены немцы во время блокады. И это сделано нашими строителями, нашими архитекторами. Это сделано нашими современниками. Я пришлый для Ленинграда человек, чужой, я пришлый, я чужой человек, я здесь не родился, да. Я сопротивляюсь этому, в то время как поощряют это урожденные ленинградцы. – Попробую оппонировать, ну, как наверняка многие так и сделают. Александр Николаевич, а чего вы так за эту хрупкую ткань Петербурга-то держитесь? Ну, ведь это же уже мегаполис 21 века. – Ну, 21 века, ну, хватит вам эти… – Ну, все, я вас понял, я уже вас понял. – Ответьте, ответьте. – Ну, во-первых, ну, во-первых, все разговоры о том, что это музей, и как можно жить в музее, это все полный бред. И Ленинград, и Петербург – живой, реальный город. Это жилой город, здесь живут люди, живут люди. А потом этот город работает, отдает государству свой… Он рабочий для государства российского. Он работает Ленинградом и Петербургом. Дворцовой площадью работает Дворцовой площадью. Это ее рабочее место. – Ермитажем. – Ермитаж работает Ермитажем. То, что не мы создавали, не нам нарушать, а нам сохранять. Это часть культуры и часть городской и всемирной цивилизации. Я уверен, что в городе, вот таком, какой он есть, другой растет, произрастает человек, другая молодежь. Другое качество души, другое качество умонастроений. Вы посмотрите, когда возникают всякие публичные действия молодежи, как она себя ведет. Совсем не так, как французские и английские их сверстники, которых идут громят город. Остаются разбитые магазины, витрины, сгоревшие автомобили. – Ну, вот желтые леты недавно. – Наши, наши, крайне деликатны. Страсти и сопротивления, и протесты, и несогласия у них колоссальные. Они имеют на это право. Но никто из них… – Форма протеста другого. – Но никто из них не тронул город. – Город нас создает. – То есть вы считаете, что Петербург – это не просто город, это, как вы сказали, цивилизационное достижение. – Совершенно. – Вот как изобретение письменности, наук, полет в космос. – Без сомнений. – Потом, если вы смотрели «Ковчег», да, там есть эпизод, связанный с блокадой, и диалог вот с этим иностранцем, когда ему автор говорит, миллион человек здесь погибло, он ходит на миллион, миллион. Слишком много. – Слишком много. – Это не та цена, такого не бывает. Нельзя такой ценой платить. Мы позволили себе возрастать на красоте, на совершенстве этого города. Сколько поколений людей становились цивилизованными людьми, и русских еще до революции, да? Сколько, 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 сколько. Это опорная точка страны. Это точка государственного достояния, государственного достоинства. Я бы так сказал. Государственного достоинства. – Точка государственного достоинства. – Да. Никакие деньги не дадут. То, 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 то впечатление, ценность того впечатления, которое и наши граждане в первую очередь, но и иностранные приезжие испытывают, когда оказываются, ну, скажем, белые ночи в этом чудесном мире. Анастасия, в связи с этим, продолжая разговор, я подготовил тут парочку видео. Хочу ваше мнение узнать. Мы показали этот сюжет в нашей программе, в программе «Пульс города». Сразу же возникли какие-то острейшие споры. Речь идет об одном праздничном мероприятии, которое проводилось в городе. Называлось оно «Фестиваль цветов». Такой нарядной в цветочках и белых палатках для фуршета Сенатская площадь еще никогда не была. За всю ее историю. Ну, потому что просто у этой площади нет такого защитника, как у Дворцовой, в виде Петровского. Должны быть в Петербурге такие места, к которым нельзя прикасаться, своего рода гений местности. Все зависит от того, как это сделать, понимаете. Как это сделать, с каким вкусом это делать. Но есть в этом элемент вот того, что мы действительно так и называем... Ну, а вообще вкус общественных мероприятий – это такая очень непростая история. Это очень непросто. Наверное, этим должно заниматься управление культурой, которое должно вот эту вкусовую терапию или вкусовую политику эту прослеживать. Мне понравилась ваша фраза. Вот у каждого такого места, у каждой такой площади, у каждого такого гения места должен быть свой Михаил Петровский. Куратор, куратор какой-то. Свой Михаил Петровский. Из известных людей, там, эти люди есть в науке, у нас есть, есть в культуре. У нас нет общественных больших пространств, у нас нет национальной городской площади. 5 миллионов город, а народной площади у нас нет. А она нам нужна. Я очень люблю кино, но я люблю именно кино в кинотеатрах. И я вам хочу сказать, вот это русское кино сейчас, да, российское кино. Либо ужасы, хоррор, либо комедии, скажу, не самые удачные. И какие-то фэнтези, какие-то пришельцы, что-то там прилетают и все. Вот я вам три категории перечислил. Все впереди. Все коммерческие формы, все коммерческие вот эти образчики, образцы, кемпотографические, осваиваются очень быстро. И я думаю, что через некоторое время и фэнтези наша, так называемая, и комедия будет смотреться во всем мире и также будет смеяться, только уже не над персонажами, а над нами. Почему? Ну, это уже культура. А так это фастфуд получается? Это фастфуд кинематографический? Пока, пока да. Но развитие и огромные деньги затрачивает государство, вкладывает коммерческое кино, не понимая почему. Коммерческое кино должно выживать само. О чем вы говорите, это все, как правило, фильмы, в которые вложены миллиарды денег. Маших денег. Государственных, не частных. Ну, я не хочу, чтобы эту ерунду мне показывали. Ну, ведь в кинозалах есть люди, и есть люди, которые хотят на этом заработать. Те люди, которые производят это, их не интересует национальная культура, самосознание людей и самоуважение человека. Не интересует. Оборот. Главная потеря – это неудержимый рост престижа денег. Неудержимый, неостановимый, который пронзает все слои буквально. Вот этот культ денег, он пришел на смену всего остального. Таким решительным, таким динамичным образом, как нигде в мире. Такая гипотетическая, фантастическая ситуация. Александр Сокуров вдруг становится первым лицом Петербурга. Ну, условно. Я не тот человек, чтобы публично высказывать какие-то такие большие глобальные советы и предложения. У меня размышления есть на эту тему, но я не считаю себя вправе об этом говорить. Нужно бережно относиться к тому, что мы создали то, что создали поколение. Во-первых, бережно относиться к населению. Бережно относиться, в первую очередь, к молодежи. А почему именно к молодежи? Молодежь, во-первых, потому что это самая незащищенная во всех смыслах часть населения. Она не знает, что ее ожидает. Во-первых, она никак не может определиться в этом ворохе и в этих схватках политических, в которых сейчас находится страна. Она никак не может разобраться, как позиционируется страна наша в международном пространстве. Образование платное. Этого не должно быть. Не должно быть платного образования. 200 тысяч рублей в год. Не должно быть. Вот я сейчас набрал курс в Институте телевидения режиссерский. К сожалению, я прошу извинения у моих будущих студентов. Это платное обучение. Я много раз говорил на разных форумах присутствия президента, премьеры, где собирались там всякого рода общественность. Это неконституционное поведение страны, когда она объявляет плату за образование. Появляется такой имущественный ценз. Богатенький сыночек, он может учиться. А не богатенький. А откуда появятся там наши шокшины? Откуда их появятся? Развитие качественного образования и просвещения молодежи – важнейшая задача общества. И удержание молодежи в рамках политической дискуссии. Все, что происходит сейчас с молодежью, все ее разные формы недовольства, заключается в том, что на политические вопросы молодежи отвечать некому. Государство в лице администрации городов, разнообразных там гражданских служб. Как только возникает напряженность вот такая, да, они разбегаются в стороны, разбегаются по кабинетам, закрывают все на ключики. Молодежь остается один на один с силовыми структурами. Один на один с силовыми структурами. А у силовых структур и право не отвести себя так. Ни в коем случае нельзя приводить к тому, что у молодежи будет возникать конфликт с российским государством. Все политические вопросы надо решать политическими методами. Выходом политических лидеров всех уровней. Соберите всех, всю молодежь в городе на стадионе. Пусть это будут крайне правые, крайне левые. Сядьте на этом самом травяном поле, вот просто туда, вокруг этого. И дооды отвечайте на вопросы. Ну, это какая-то дерзкая новая форма, я боюсь, долго ее не используете. А как же? Если они думают, что вопросов будет уйма, они ошибаются. Вопросов будет немного. Но они будут самые существенные. И на них нужно будет отвечать абсолютно честно. С вашего позволения я добавил, почему так важна эта тема молодежи в современной России. Потому что они, это поколение, завтра и будут создавать этот мир. Вот этот язык, на котором можно говорить с нашей молодежью, может эту функцию выполнять кинематограф, культура? Люди все разные, у всех абсолютно разные запросы. Вы Чернобыль смотрели, Александр Николаевич? Смотрел. Вот Чернобыль, это сериал, который побил вообще все мировые рекорды. Почему? Это редкое, что я посмотрел. Меня убедили мои молодые коллеги. Я не смотрю кино. Александр Николаевич, это круто. Я кино не смотрю практически, кроме работ молодых ребят. Я хочу сказать, что это сделано с очень большим уважением к народу нашему. Это первое. И я бы даже сказал, что там есть какое-то благородство. Претензии, которые я слышал, политические претензии, они касаются раздраженного абсолютно такого внимания человека, людей, которые забывают о том, что перед ними художественное произведение. Это не документальный фильм, не документальные исследования. Но при этом... Другая задача. Выгру вызвать эмоциональное сочувствие. Но при этом, надо сказать, высочайшей культуре освоения среды и воспроизведения вот этого советского образа жизни и советского жизнеустройства. Практически нет никаких неудач с выбором актеров. Профессионально я им ставлю оценку «отлично». Хорошо. И самое главное, что теперь весь мир обсуждает этот Чернобыль, эту страшную трагедию, которая и послужила, по сути, последним шагом. И правильно, потому что с атомной энергией нужно принимать принципиальное решение. Александр Ильич, тогда такой вопрос. А почему мы не сняли? Потому что у нас запрещено, по сути, созданы всякие условия, при которых сатирическое кино, острополитическое кино, расследовательское кино, исследовательское кино, научно-популярное даже кино, которое касается особых периодов жизни науки, культуры или истории страны, оно не будет разрешено к показу. Если бы у нас на этом уровне подробности эта картина была снята, вот как Чернобыль, я думаю, что столько было бы скандалов, истерик и криков, что режиссер зарекся бы на всю оставшуюся жизнь никогда больше с историческим материалом, национальным, не имеет дела. Вернусь к тому, что мне приходилось многократно говорить, почему у меня и разочарование, так сказать, в своем вообще положении у меня на родине. Приходилось очень часто и много говорить на тему, очень и очень, на самом деле, простую. Все общественные процессы, они должны быть абсолютно легальными, абсолютно открытыми. Нельзя стравливать эти политические какие-то островки друг к другу, превращать страну в постоянное кипение. Нельзя политизировать это огромное число населения, которое к политической дискуссии и к политическому дискуссу вообще очень часто не очень готово. Конечно, если бы я касался вот по поводу Петербурга, то сделать все, чтобы исполнять конституционную норму, принцип отделения церкви от государства. Революция 1917 года, одна из версий, вы как профессиональный тоже историк, который занимается этим, вот эта политика по отношению к цензу оседлости, да, к еврейскому населению, она обернулась чем-то тем, что молодые представители этой национальности, они пошли куда они пошли делать. Ну да, но и в том числе, с другой стороны, православная церковь настолько была сращена с романовскими институциями, да, что для рабочих людей, да, разницы между политической элитой и элитой церковной и церковью уже не было. Поэтому они крушили, поэтому они... Это страшный опыт, это страшное прошлое. И закончилась эта революция. Это вещи, которые... Мы причем знаем, что так нельзя делать. Мы знаем, как надо вести себя. Да, почему не делать? Нет политической воли. А что нас может объединять? Вот что действительно станет собирателем вот этих различных точек зрения, устремлений, векторов интересов, различных групп, политических, элит, молодежи? Вот что, какая-то национальная идея? Вот как-то сказали, что государство существует только для того, чтобы процветала культура. Потому что культура – это все. Упрощать культуру. А культура во всем. И в технике, и в армии, и в дипломатии. Вот может культура и есть вот эта вот точка... Ну, это много раз говорилось. И только на культуре все держится. Много раз об этом говорилось. Но для этого требуется очень серьезное переосмысление своего поведения интеллигенцией, элитой, спецслужбами страны и всякого рода социальными институтами. Потому что, когда я слышу на разных высоких заседаниях, что вот у России есть только два друга армии и флот, у меня внутри сразу возникает справедливый, на мой взгляд, протест. И государство может проиграть, и армия потерпеть поражение. И мы знаем много случаев в этой истории. Но только остается культура, и она из ямы вытаскивает народ. Только вот эта культура. Культура языка, культура социальная, культура образования еще есть, культура поведения людей и так далее, и так далее. Вот это все вместе. Поэтому это должно быть, особенно в Петербурге, это должно быть сверхзадачей, главной задачей должно быть. Вот в этом плане, какова может быть миссия Петербурга? Формирование вот этого культа, извините за тавтологию, культу культуры. Формирование... Петербург что может сделать? Формирование вкуса, вкуса образа жизни, вкуса в отношении к воспитанию, развитию, просвещению и воспитанию, развитию молодых людей, вкуса к равновесному и демократическому государству, мы должны представлять самую лучшую, самую изысканную, самую вежливую полицию. И в нашем городе должно быть абсолютно идеальное позиционирование, например, такой службы, как ФСБ. Мы должны показывать вкус во всех этих проявлениях. Понимаете, если у нас возникло какое-то желание у молодежи, например, пройтись по городу, заявляя несогласие с чем-то, они должны иметь это право, а силы правопорядка должны, так же, как в Германии, во Франции, наверное, видели, они просто справа-слева идут и позволяют этим людям почувствовать себя, что они граждане. То есть, допустим, в отношении государства и церкви, в отношениях элементарного модели поведения, современного цивилизованного человека, в отношениях поведения гражданского общества и власти, вот здесь Петербург может стать вот этой точкой сборки. Он мог бы стать, он мог бы стать, но для этого нам нужно, чтобы у нас понятливо, деликатно относились ко всем оппозиционным и противоположным политическим точкам зрения. Ну, Александр Николаевич, отдать должное все-таки та волна резонансная, волна тревоги, боли за город, я имею в виду, городозащитную деятельность, она все-таки вот обернулась конкретными результатами и рушить меньше стали в городе сейчас. Конечно, конечно. Вот все-таки есть же результат, и все так безысходно. Конечно, конечно. Меньше. Конечно, конечно. Но если на поверхности это стало меньше, то желание это сделать никуда не делается этих людей. И это желание, оно ушло поглубже. Ждется у часа. А иногда и осуществляется, когда просто не успели, не доглядели и все, понимаете? Не доглядели и все. И уже нет этого, уже нет этого здания. Там нет, да? Уже нет, нет этого, этих фабричных, прекрасных фабричных корпусов. Там нет двери, там нет витражей уже. Так это дверь, это витражи, ладно, еще можно сделать. Целых зданий, районов целых уже нет, понимаете? Вот я еще хочу отметить то, что вы делаете. Может быть, эта башня 400 метров, она была бы сейчас там, на берегу Охты, а не на берегу Лахты. А ваша культурная, миссионерская такая деятельность... Вот вы в Нальчик поехали. Поехали в Нальчик, в Северный Кавказ. И смотрите, сейчас ваши ребята там на Каннском фестивале призы получают. Поехали. А зачем вы там поехали-то? Вам за это много денег заплатили? Нет, нет, ну что вы. Там бедный университет, и зарплаты были маленькие. Я почему-то считаю, что я гражданин России. И для меня еще это Российская Федерация. Кавказ, он пока еще не отделился. Это еще Российская Федерация. И мне казалось, что там, где есть какой-то институт, еще бытующий в народе, уважение к старшему человеку, уважение к учителю, что там можно что-то очень интересное сделать. Там, где ничего нет, и ничего никогда не было. И Басканский фестиваль. Буквально на пустом месте, да. Басканский фестиваль? Нет, но это одно, а есть оборотная сторона, да. Ничего из того, для чего это все создавалось, местным руководством не было сделано. Не открыт театр молодежный, не открыт радиоканал молодежный на национальном языке. Ну, деньги, наверное, на какой-то производстве, хотя бы одного полнометражного фильма. Нет, ничего, ни копейки. Ни копейки. Вот сколько у вас там было? 12 учеников, да. Ну, 12 молодых ваших учеников, они вошли в эту профессиональную жизнь, они несут этот святой. Но я не столь светло, и не столь светло оптимистичен, как вы сейчас, да. Совсем не так. Вместо шваклятики, мы хотя бы одну свечу давайте зажжем. Нет, 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 нет. Надо к этому относиться серьезно. Государство затратило большие средства на подготовку этих людей. Это дорого, да. Это на самом деле дорого. Туда летали преподаватели, мы там жили подолгу. В общем, это дорого. Университет сделал, по моей просьбе, полную реконструкцию, часть здания. Появилась своя театральная площадка. Ну, в общем, много что сделал университет. Затраты большие. И на этом все закончилось. Я-то хотел, чтобы они там остались. Чтобы провинциальная вот эта яма, да, чтобы провинциальная яма, стало бы еще меньше этих провинциальных ям. Борьба с этой провинциальностью в культуре – это важнейшая серьезная государственная задача. Ну, и задача, наверное, тех граждан России, которые имеют образование, имеют какую-то энергию. Вот я слышал, что один из голливудских, мексиканских режиссеров, Энни Риту, он ваш фильм «Русский ковчег» у себя смотрит, как один из самых выдающихся фильмов всех времен народов. До этого были другие режиссеры, гораздо более значимые, чем он, которые смотрели не только «Русский ковчег», «Мать и сын» и так далее. Но это же не странно, это же кино. И там «Металлика», рок-группа «Металлика» предлагал вам стать документальный фильм про них. Вы почему-то, кстати, отказались, почему отказались. Это же, по-моему, был длинный разговор. Длинный разговор. Хорошо. Но не возникало ли у вас такого желания? Вот в этих условиях, вот этой вязкой, мутной, бюрократической массой, о которой мы говорим, не возникало ли у вас желания махнуть рукой и поехать туда? Вы бы там себе и обеспечили бы, и творили бы, и делали бы, что хотели, и вас бы там еще и на руках носили. Александр Николаевич. Я гражданин России, вообще-то. Моя родина там, где русский язык, понимаете. Там моя родина. Но я, честно говоря... Когда проходили у нас выборы президентские? 2018, в марте. Да. Я на два месяца был вынужден уехать из страны. Почему? А потому что были угрозы со стороны сильных всяких людей, чтобы я исчез на время выборов. Не шпана какая-то? Нет. Потому что у нас с подворотни там проскочили. С ними имеет контакты шпана, конечно, всякая, как-то всегда. Но я два месяца прожил в Эстонии. Я был вынужден уехать. Два месяца меня не было в России. Но я работал много за пределами страны. Фауст снимался, который снимался при поддержке Путина. Он весь снят за пределами страны. Потому что актеры все зарубежные, декорации все, натура вся, включая в Исландию, вся не наша. Поэтому мне приходилось работать и приходится профессионально работать. Но жить я хочу у себя на родине. Если, конечно, Министерство культуры не добьется, не доведет меня до того, что я буду вынужден покинуть страну. А вы близки к этой черте? Или даже не думали об этом? Мне трудно сказать. Я эмоциональный человек, конечно, естественно. Но я и терпеливый, достаточной степени человек. Когда я пойму, что крайняя уже степень, и я не могу никому вопрошать, я не могу ни у кого найти защиты от этого давления. Потому что я сказал, как сильная бюрократия. Тогда я тихо, спокойно сяду и куда-то поеду. Родина моя здесь. Я русский человек. А кто Петербург защищать будет? Александр Николаевич? Я не один, уверяю вас, в градозащитном движении много людей достойных и прекрасных. Как человек, который имеет отношение к телеканалу, который носит имя Санкт-Петербург, дайте совет. Вы в телевидении тоже знаете, любите телевидение. Это мой порог. Я начинал много работы на телевидении. На спортивном телевидении, кстати. Очень люблю спортивное телевидение. Каким должно быть телевидение в таком городе, как... Живым. Живым? Оно должно не программироваться, как так. Оно должно объединиться с радиоканалом. Обязательно один из радиоканалов. Вот этот вопрос, как телевиденность и интерактивность. Канал культуры обязательно. Это должно быть некое объединение между этим телевидением, Эрмитажем, с каким-то театральной средой. И это должно быть живое, абсолютно живое вещание, живой организм, который вот в этом режиме... И интернет в определенной степени. Конечно, конечно. Который живет этой жизнью. А вообще это должно быть круглосуточно. Именно жизнь Петербурга, не прекращающаяся и ночью, и особенно в белые ночи, и в зимние периоды. Это должно быть такое очень живое. То, о чем мы много говорили с Рудновым. И пытались это создать на сотом планах. То есть Петербург, извините за профессиональный сценарий, это тот контент, который всегда интересен. Экспансия культуры. Экспансия культуры. Экспансия культуры, понимаете? Мы должны пронизаны быть этим. Наш это кино возродится? То великое кино, которое знает весь мир, за которое мы получали хостеры? Не бывает вообще кино. Бывает только индивидуальности. Кино нет там просто. Ну, русского кино, к сожалению, нет. Я бы хотел, чтобы было русское национальное кино. Его нет, ему не дают развиться. Но, собственно, кинематограф из России, он существует, и через отдельные имена они достойно представляют Россию в мире. И их, мне кажется, сегодня уже немало. Немало. И это очень хорошо. Что оставляет надежды. Интервью подходит консоль. Саня Николаевич, мы вас уже утомили. Но продолжите, пожалуйста, после меня следующую фразу. Мы много говорили о том, что нельзя опускать тройки, нужно идти вперед. Продолжите, пожалуйста, после меня следующую фразу. Я, Александр Сокуров, каждый день встаю, иду, ошибаюсь, падаю, поднимаюсь, опять иду, там рву сердце, делаю ради того, чтобы что? Чтобы жить. Чтобы жить? Чтобы жить. Ну, жить так, как я могу, как по моим силам, по моему возрасту, по моим эмоциям. Жить и жизнь – главная ценность. Ну, вы говорите «жить», но ведь столько вообще кругом плохого, злого, темного, мрачного, вязкого, мутного, ну, руки опускаются. Ну, дайте совет. Нет, но все должны понимать, что мы живем в государстве с тяжелой историей. Что мы живем в государстве, на мой взгляд, которое еще не создало себя. Мы еще пытаемся создать государство, государственные институции, государственную память, государственное равновесие. И поэтому надо жить, не ожидая, что все это быстро закончится, все это, да? И появится, да. А появится просто восход солнца и прочее, прочее. Каждое решение на избирательном участке или там на своем рабочем месте, да? Будь ты журналист, политик, режиссер, неважно. Каждое решение принимать с присутствием совести. Не перекладывать на кого-то. Совесть ли вы? Совесть ли вы? Ну, теперь я понял. Вот, ну, как же. Теперь я понял. Спасибо вам за интересный, увлекательный интервью. Благодарю вас. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...